Здравствуйте! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, Отец Назари. Сегодняшний выпуск хотелось бы начать с нескольких жизненных ситуаций, с которыми я сам сталкивался и, думаю, многие из вас. Ну, например, когда ты приходишь в гости к человеку, протягиваешь руку для приветствия через порог, и человек тебя внезапно поправляет и говорит, так нельзя, через порог не здоровается. Или, например, ты стоишь в очереди, ну, где-нибудь в поликлинике и спрашиваешь, кто последний, тебя тут же поправляют, говорят, не последний, но крайний, так нельзя говорить. И в связи с этим возникает вопрос лично у меня и даже такое внутреннее возмущение и вопль, почему у нас, у верующих людей, такое обилие суеверий в нашей жизни? И вообще, как нам, православным христианам, реагировать и относиться к таким суевериям? На эту тему мы пообщаемся с сегодняшними гостями, руководителем отдела религиозного образования и катехизации отцом Алексеем Беляевым и Светланой Викторовной Явич. Здравствуйте, отец Алексей, здравствуйте, Светлана. Добрый день. Здравствуйте. Отец Алексей, начнем, наверное, с Вас. Как Вы думаете, почему в нашей жизни такое обилие суеверий? Ведь мы называем все себя людьми верующими, но при этом вот настолько подвержены такому вот влиянию извне от вот этих различных жизненных обстоятельств. Как к этому относиться? Ну, традиционное пастырское объяснение, что религиозный инстинкт – это неотъемлемая часть человеческой природы, и человек склонен, преодолевая страхи жизненные, житейские, да, страхи потери, страхи болезни, смерти и неудачи, и всего такого, склонен каким-либо образом оградиться от этого, защититься, предусмотреть. И вот в религиозной плоскости это выливается либо в здоровую глубокую религиозную веру, которая доверяет Богу все происходящее с нами, либо же, если этой веры нету, то тогда ее место замещают в суеверии, так называемые вот какие-то механизмы, алгоритмы такие более понятные, более простые, не требующие такого духовного напряжения, как религиозная вера. Вот сделать какой-то мини-ритуал такой или избежать какого-то стечения обстоятельств там вот там с этими, с кошками, с порогами и прочее. И как бы вот успокоить себя, что, ну, скорее всего, все будет хорошо. То есть вот напасть удалось каким-то образом от себя отвести. Светлана, вы как представитель мирян, если можно так выразиться, потому что одно дело, когда мы со священниками между тобой здесь общаемся, разбираем разные вопросы, но очень важный человек именно из мира, который не умеет семинарского богословского образования, но при этом которого очень волнуют вопросы веры. Вот у вас, у самой в жизни часто происходят такие ситуации, когда вам приходится сталкиваться с суевериями. Вообще вы сами человек суеверный? Ну, наверное, с суевериями сталкиваются все в жизни, и на самом деле, наверное, вот вера вот эта в какие-то потусторонние силы, она свойственна человеку, особенно который родился, я так понимаю, в советское время. Потому что в советское время само православие было в таком достаточно усеченном варианте. Нам с детства рассказывали по поводу того, что Бога нет, что в Бога верить не надо, что в Бога верят какие-то только старушки. Отсталые. А мы все люди советские, мы, как люди советские, верим в торжество коммунизма в нашей стране. Поэтому после того, как в 90-е годы как бы православие стало возвращаться, уже в таком объеме, в таком достаточно серьезно стали строить храмы. Литература. Литература появилась богословская. Но надо не забывать, что кроме православия в нашу страну еще пришло и куча всяких других течений. Вот. И в том числе, я как сейчас помню, что были передачи, тогда к телевизору относились намного серьезно к телевидению. Вот. И нам через, по первому каналу, товарищ Кашпировский и Чумак что-то там какие-то пасы делал руками. И как мы слышали, что многие люди там как-то оздоравливались, у них там появлялись какие-то экстрасенсорные способности. Экстрасенсы какие-то появились тоже в это время достаточно в большом количестве. Поэтому, вот, я думаю, что то, что сейчас мы сейчас видим, то, что вот та реальность, которая у нас сейчас есть, она, наверное, прежде всего зависит от того, что, ну, не знают люди. Вот просто простой человек, он многое просто не знает. А то, что он не знает, он заполняет чем-то свою душу, какими-то, какими-то обрядами, каким-то там магизмом каким-то. Ну, что помогает ему спокойнее дальше в этом мире жить? Не боясь. Потому что, что такое суверие? Это, прежде всего, страх перед будущим. Это беззащитность своя какая-то перед, там, перед, перед будущим. Поэтому у многих, я думаю, есть какие-то любимые молитвы, которые нужно читать лучше в полнолуние. Ну, и не всегда это молитва молитвы. Да, и, может быть, это и молитва в волосе. А если еще подключить энергию к кундалини, так вообще будет счастье. Светлана, ну вы сами верите в какие-либо суверия? Вот в вашей жизни, что вот если это произошло, я... Я борюсь. Я скажу, что я человек тот, который пытаюсь свою жизнь выстроить по законам православия. И верить в единого Господа, Иисуса Христа. Ну, все-таки, да. Получается, мы, конечно же, как люди верующие, никогда не поддаемся на провокации со стороны суверии. Ну, поддаемся, мне кажется, на автомате. Стараемся, по крайней мере. То есть, мы все-таки понимаем, что наша жизнь не зависит от того, что там кто-то что-то передал нам через порог, и, значит, Господь Бог увидел, что он через порог там что-то передал. Ну, сейчас мы его научим, как, значит, нужно себя вести. Да, то есть, мы, конечно же, понимаем, что Господь Бог так не будет с нами поступать, и вроде бы, когда со стороны сами на себя смотрим, даже как-то стыдно становится за собственное звание верующего человека. То, что мы вроде бы себя называем верующими, но при этом допускаем, что если там черная кошка перебежит, там, домой ты вернешься, или еще что-либо произойдет, значит, это как-то отразится на твоей жизни. Но при этом вот этот вот страх, как вы действительно сказали, неизвестности, страх будущего, он все-таки непрестанно терзает человека, и в том числе страх перед трудностями жизненными, с которыми порой человек сталкивается. И вот когда вот это происходит, человек уже не просто начинает искать причину этих трудностей в каких-то, да, там, суевериях, или вот что-то там он увидел, или что-то сделал не так, а он начинает искать причину вовне, что кто-то его сглазил, что кто-то навел на него порчу, и поэтому у него начались проблемы в жизни. Как вот нам, христианам, реагировать вот на такие ситуации, на то, когда человек вот сталкивается с такими мыслями, и ведь находятся люди, которые его начинают в этом убеждать, говорят, что кто-то тебя испортил, или кто-то вот что-то тебе сделал. Как нам, верующим людям, отец Алексеев, в такой ситуации себя вести? Мне вот на самом деле очень понравилась, скажем так, модель объяснения Светланы. Ну, мы, в общем-то, так давно довольно знакомы, и могу назвать в каком-то смысле и своей прихожанкой, и коллегой по работе с детьми-подростками, просветительской работе. Действительно, вопрос именно, что бороться, потому что, если мы все вышли из позднесоветской генерации, скажем, атеистической, которая верила в прогресс, причем прогресс не только технический, но и социальный, то есть, что общество будет становиться лучше, лучше, добрее, честнее, возвышенней. Да, это транслировалось, потому что, естественно, идеалы коммунизма, которого все чаяли, они невозможно были без нравственного развития личности. Обернулось все трагедией, как бы крахом сначала вот именно вот этим нравственным, далее идеологическим, победил, так сказать, индивидуалистическое начало. Да, вот то, что я успел взять, то мое и будет. А какое там общее светлое будущее? Ну вот предпочли его растащить по кусочкам, это общее светлое будущее. И, соответственно, потому как не было у всего этого какого-то духовного стержня, то оно, к сожалению, рассыпалось. И мы остались вот на обломках, и действительно, кто с Кашпировским, кто с учением бабушек, семейными какими-то преданиями, вот, порой благочестивыми, порой и не очень. А кто-то действительно в прямой магизм ударился, либо его повлекли знакомые, там, родственники, либо какие-то популярные передачи на телевидении, которых сейчас немало. Я вот, готовясь к нашей записи, специально просматривал определенный канал, вот, и слушал, как это, в общем-то, очень все стройно, логично, логично с точки зрения психики человека. То есть, насколько вот такие вот идеи, какие-то модели ситуации пробрасываются и воспринимаются охотно. Человеку гораздо проще объяснить себе свои беды, какие-то сложности, внешним вредом, злым умыслом, стечением каких-то, вот, значит, обстоятельств, связанных с пренебрежением, приметами и прочее, прочее, прочее. Действительно, вы правы. Есть в этом модель мировоззрения конкретного человека, есть в этой модели промыслитель, Бог тот, кто господствует над всем. Это одна история. Такой человек, он действительно себе может дорефлексировать и до причин собственной вины, либо причин того, что мир лежит во зле. Да, как говорит Писание. А человек, который лишён в своей модели мировоззрения вот этого образа единого Бога-промыслителя, любящего нас, ведущего путём спасения, он будет, конечно, искать эту причину вовне. И в зле злоумышленников, и в несоблюдении примет каких-то кармических, космических законов, и огромное множество вариаций на эту тему. То есть, получается, что порча и сглаз – это просто вот такой личный поиск виноватых в собственных бедах. То есть, на самом деле, это не имеет никакого значения, никакого сглаза порчи нет. А это вот только, скажем так, желание человека найти какое-то успехование в том, что он всё делает правильно, а где-то вот извне кто-то что-то ему сделал, навредил. Светлана, вы как, согласны с этим утверждением? Да, да. Что, ну, легче всего, конечно, чем работать человеку с собой, со своими грехами. А здесь получается, что часто… Нет, ну, получается, значит, никакой порчи сглаза нет, вообще, в принципе, не существует. Значит, это всё выдумка. А вот это я хотела у вас спросить. Какой духовный способ, пожалуйста. Ну, расходятся, конечно, здесь какие-то мнения такие вот. Можно встретить и у духовных авторов соображения на тему, что некие волхования, какие-то злоумышления, они возможны. Но пастырский ответ традиционный. Если человек себя, свою жизнь освещает благодатью, участием в таинствах, путём покаяния идёт, то есть в первую очередь делает акцент на своём выборе, на нравственном личном выборе, не на внешних причинах. То есть здесь даже педагогический подход лучше не думать, духовно-педагогический подход лучше не думать, отсекать эти мысли о возможности там порчи, вреда какой-то. То есть мы не можем ни доказать, ни опровергнуть, опять же говоря, опираясь на определённые духовные авторитеты, что подобные усилия бесплодны. Но если человек действительно сам участвует в этих делах тьмы и не ищет никакого примирения с Богом и защиты от Бога, то вполне возможно он может быть этим силам подвергнут. Но опять же авторитетно об этом заявлять, либо отрицать это, мне кажется, даже не то, что нельзя, а это просто не дело и не задача церкви. Церковь работает не с магическими моделями и законами. Церковь работает с законами благодати. И если она говорит, что в избежании зла, в сохранении божественного покрова над твоей жизнью нужно стремиться исполнять Божью волю и самому не творить зла, то значит вот это основное, это основное средство. И многие жития там древних святых каких-то, где прослеживается мотив магизма, говорят о том, что если человек действительно держался, крепко стремился держаться за руку Божью, то подобные вещи, часто как бы иллюзии, скажем, каких-то сил и воздействий, они от него просто-напросто отскакивали и никак не могли повлиять на него. Ну значит все-таки какие-то силы и воздействия иногда бывают. Так получается? Ну мы можем сказать, что если есть, например, люди, которые служат Богу, они, соответственно, несут волю Божию. Есть люди, которые добровольно отвернулись от Бога, от Бога решили поклониться врагу рода человеческого, и значит вот они какие-то не очень добрые вещи распространяют на людей, которые их как-то либо не устроили, либо, может быть, им деньги заплатили. Можно допустить такое? У нас же, если я не ошибаюсь, даже есть в житиях святых некоторые такие примеры, когда тоже волхвы пытались, значит, какой-то вред причинить христианам. И вот христиане как раз-таки через свою веру крепкую остались стойкими и не смогли получить никакого вреда от этих наваждений. Ну, например, жития Киприяна и Устине, которая вот сразу как бы на память приходит. Получается все-таки, как вот нам к этому опыту церкви относиться? Потому что все-таки мы в предании церкви-то видим, что есть реально дьявол, есть люди, которые служат дьяволу и которые порой пользуются вот определенными, если это можно так назвать, приверегиями дьявола и, соответственно, какой-то вред людям наносит. Ну, не знаю, если это опять же на Достоевского опираться, даже уж если так скажем, там легенду о великом инквизиторе, а она уже нас отсылает к искушениям Христа в пустыне, да, то есть можно об этом рассуждать тогда получается. Это опять же все то же самое, что дьявол цитирует псалмы Давидова и говорит, что сбросься вниз с крыла храма, да, ибо сказано, вот ангелы Божьи возьмут тебя на руки, возьмут свои, да не приткнешь, найди твои камень. Вот, можно послушать, можно попробовать, а почему нет, вот, а вдруг сработает. Но Господь дает нам, вот, педагогически единственный верный спасительный ответ, «Слушай Господу Бога твоего единого, ему поклоняйся, ему служи». Ибо сказано, не искушай Господу Бога твоего. Поэтому, если даже в церковных канонах есть какие-то запреты, прещения, наказания для тех, кто занимается волхованием, это не значит, что это утверждает силу и власть, которая дает это волхование и действенность этого способа. Но лишь они говорят о том, что не ходи этим путем, он не приведет тебя к спасению. Ну, да, отец Алексей, я с вами здесь однозначно соглашусь. Как раз здесь можно даже два таких ключевых момента выделить. Первый, что в жизни человека ничего не происходит никогда мимо Бога. То есть всегда над всеми, всегда промысел Божий. Никогда ничего без воли Божьей не происходит. Для верующего человека так. Для верующего человека, да. Это это так. Да, то есть мы действительно верим и понимаем, что Бог всегда промышляет над всем миром. Мир никогда Богом не оставлен. Это первый момент. Соответственно, если что-либо произошло в моей жизни, значит, это произошло как раз-таки первое. Либо по воле Божьей, да, с его благим промыслом обо мне, для чего-то, значит, это произошло. И второе, как раз-таки о чем вы говорили, если человек сам добровольно отвернулся от Бога, совершил грех и как раз-таки дал власть над собой не Богу, а дьяволу. По демоническим силам. Да, да. И тогда уже, грубо говоря, Бог как бы в сторонку отходит и говорит, ну, все, что дальше с тобой будет происходить, как бы ты сам на себя навлек. Ты как бы сделал такой выбор, ты его хотел, вот теперь получай. То есть, получается, либо с промысла Божьего что-либо происходит, либо с попущения. То есть, да, когда человек сам добровольно отвернулся от Бога. Можем мы вот такое утверждение сделать? Мне кажется, да, это прекрасное утверждение. Вот самое главное, в чем нам, ну, это опять-таки мое мнение, как Мирейны, наверное, оно поправится. Как верующего в человека. Да, как верующего в человека. Вот, что у человека есть свобода. Он может прийти к Иисусу Христу и спастись. Он может не прийти к Иисусу Христу и не спастись. Поэтому каждый человек свободен. Либо он занимается. Ведь есть, может мне поправить, как это, по вере вашей дано будет вам. Да, вот если вы верите, да, в то, что черная кошка вам судьбу определяет. Ну, значит, черная кошка вам судьбу и будет определять. Если вы считаете, что вот этот вот человек плохой и он там вам всю жизнь испортит. Значит, этот человек на самом деле вам всю жизнь испортит. Ну, по вашему как бы мнению. Это, кстати, на самом деле очень хорошее замечание. Потому что тоже частенько слышишь, что люди говорят, ну, ведь это на самом деле происходит. Вот я там увидел или увидел, ведь это вот на протяжении всей моей жизни, это на самом деле так происходит. Получается, как раз вот происходит то, о чем вы говорите. По вере вашей дано будет вам. Ну, не будем забывать, что на самом деле идея спасителя в Писании, она говорит о другой вере, о вере Богу. А вот эта идея, которая воплощает как бы все, во что верит человек, она вложена Булгаковым в уста Воланда. Все-таки то, что когда на балу у Воланда, да, там, значит, застреливают предателя и, значит, так, на демонической, так скажем, станинской месси причащаются его кровью. И Воланда возглашает, что тот, значит, кто верил в небытие, он уходит в небытие, а, соответственно, значит, ну, каждый получает свое. Вот. Ну, с точки зрения Писания, наверное, нет оснований так полностью утверждать. Скорее, это психологический феномен все-таки. Да, и, возможно, здесь даже может враг подыгрывать человеку, подогревая его вот это неверие. Безусловно, безусловно. Ну, ведя путем погибели, да, уводя от Бога, действительно, скорее всего, наверное, так и есть. Иллюзорная какая-то реальность создается. Ну, получается, главный вывод, к которому мы можем прийти, который касается порчи и сглаза, если не хочешь, чтобы тебя какая-то такая зараза коснулась, будь с Богом. Вот и все. Главный, скажем так, главная кредо верующих христианина – быть с Богом. Тогда тебе ничего не страшно. Ни дьявол, ни его слуги, ни какие-то там суеверия и так далее. Наша главная задача – это быть верными Богу, быть с Ним, чтобы в сердце был Господь Бог. Важно помнить вот такое разошедшееся, да, цитата, утверждение, что обращаясь к разного рода манипуляторам, да, духовной, так скажем, сферы, вы в лучшем случае, там, в процентах, как говорят, ну, не будем говорить 80-90, но больше 50, с большей вероятностью вы нарветесь на шарлатана, который просто-напросто заберет ваши деньги. И считайте, что вам повезло в таком случае. Потому что в противном случае, если кто-то на кого-то наводил порчу, кто-то у кого-то там уводил мужа или еще что-то, скорее всего, человек, ходивший этими путями, он, конечно, будет сам подвержен дьявольскому злодейству. Вот он дал, он открыл дверь в свою жизнь этому злу. Он сам действительно, как вы сказали, сделал этот выбор. Будем надеяться, что людям не придется делать выбор в сторону врага рода человеческого, но человек всегда сделает выбор в сторону Бога и в сторону искренней веры. Спасибо, отец Алексей, спасибо, Светлана, за интересную беседу. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Увидимся в следующий понедельник в половине восьмого. Ангел всем хранителя с Богом. Субтитры подогнал «Симон»